Вот, прошу прощения, сегодня будет очень много безобразий, но не я придумываю эту российскую жизнь, да? И выяснилось, что Россия готова отказаться от любых своих прав, кроме права на публичную мастурбацию, да? Потому что именно на этой неделе состоялся крупнейший, в общем, на моей, по крайней мере, памяти такой общенациональный парад анонистов за всю российскую историю. Для части населения, возможно, он компенсировал несостоявшийся в этом году парад победы. Я имею в виду подробности жития великомученика Дзюбия и самый грандиозный скандал года, вот подлинное восстание элит, потому что страна поделилась на две неравные половины. На тех, кто, судя по всему, занимался видеофиксацией самоудовлетворения и уронил эту пленочку случайно в интернет, и на тех, кто этого не делал. Вот те, кто занимались и видеофиксировались, они с ужасом, вероятно, ожидают момента, когда видео с их участием тоже появится в интернете, и поэтому изо всех сил топят за Дзюбу и за право, скажем так, это делать. А те, кто спокоен, кто не занимался этим, они предельно мерзко издеваются и над Дзюбой, и над, собственно говоря, любителями себя зафиксировать. Кстати, Оля, вы знаете, как... А можно не относиться ни к какой из указанных вами категорий и просто считать, что это личное дело Дзюбы и даем полуздорогие? Нет, подожди, это личное дело Дзюбы, безусловно, но коль скоро это приобрело масштаб общественного явления, коль скоро мобилизованы все так называемые интеллектуальные силы и элиты России, мы не можем остаться в стране. А вот ты знаешь, кстати, как православие боролось с анонизмом в семинариях? Руки поверх одеяла? И чем кончилась главная эта борьба? Нет, оно боролось с помощью керосина. Да, в бурсах и в семинариях было принято мазать семинаристам паха перед сном. А утром инспектор проходил и нюхал ладони этих, и у кого руки воняли керосином, тех стыдили, срамили, обрекали на эпитемью, на покаяние. Сейчас я дорасскажу. Так продолжалось некоторое время, пока процедуру не взяли в руки иеромонахи. Вот они стали мазать керосином ладони семинаристов, а утром обнюхивать их паха. И начались массовые опоздания на утренние службы, потом на вечерние службы. И есть даже письмо ректора, который написал жалобу в епархиальное управление. У иеромонахов усы и бороды так и воняют керосином, что сослужить с ними вместе всеночное бдение нет более никаких моих возможностей. Но вообще вот стыдиться всего этого люди начали довольно поздно, потому что мы знаем, что египетские фараоны, они совершали обряд публичной мастурбации в Нил. Это повышало плодородие. Единственный, кто вот за всю историю считал это каким-то недопустимым страшным грехом, помимо там всяких ханжествующих персонажей, был Кант. Он думал, что это хуже, чем самоубийство. Святые, тот же самый Василий Блаженный и Качанов анонировали публично. И вот сегодня в России мы видим, что с некоторым опозданием тоже прошел день народного единства. Потому что вот какое было единодушие проявлено. Как один поднялись все стеной от Собчак до Джигурды. Встали стеной, вот учуя в покушение на основное право россиянина. Это, кстати говоря, совершенно нормально, потому что страна давно живет в режиме мастурбации и привыкла к этому делу. При СССР мы стурбировали на джинсы и на журнал Америка. Потом сменились немножечко полюса. И теперь на портрет Асада, на ракеты, на какую-то старую войну и на армию. В общем, пикантное видео Дзюбы вызвало такой общий восторг. И люди встали плечом к плечу. Это дорогого стоит. Вот она, где оказывается болевая основная точка народа, на которую надави. И, по крайней мере, не знаю, как народ, но элита точно восстанет. Смотри, дамы хором восхищаются красотой и мощью. Дзюбиной мастурбации, причем и светские медийные дамы. Что-то неодобрительное крякнул только мой друг Вася Вудкин. Но был зашикан. А как умилилась РПЦ? Ну, я, кстати говоря, вместе с РПЦ тоже умилился. И даже вот все знакомые архимандриты отметили, что Дзюбата, футболист, оказывается практически миссионер. Потому что он прекрасно подготовился к процессу. И для успешного завершения процесса надел свой лучший золотой крест. Который отчетливо виден в кадре. Это практически святость. Вот наличие дрыгающегося в ритм православного креста превращает этот акт практически в миссионерство Оленька. И попы потирают руки. Они счастливы, что получили на халяву такую потрясающую рекламу своего концерна. Главное, чтобы Дзюбу с греча не канонизировали. Потому что они и такого могут.